Здравствуйте, я Ольга Софрина и хочу обратиться через блокнот Воронеж к жителям Воронежской области. Во-первых, хочу выразить огромную благодарность Александру Ивановичу Бастрыкину, всему Следственному комитету Российской Федерации, Следственному комитету по Воронежской области, что наконец-то все наши обращения, все наши жалобы, все наши труды не остались без внимания. Ранее, да, действительно, все наши обращения скидывались на уровень районной прокуратуры. Естественно, приходили отписки, основания отписок были, наверное, со стороны прокуратуры обоснованы тем, что мы постоянно в судах, и прокуратура говорила на то, что давайте дождемся решения суда. Вот, в настоящее время, ну так, если мы уже затронули судебные процессы, я коротко, в настоящее время сам земельный участок, на котором происходит строительство свинокомплекса компании Агрейка, оспаривается в суде с июля месяца. В настоящее время землеустроительная экспертиза как раз в рамках этого судебного процесса проходит. Это первый судебный такой процесс. Если коротко, там, жители тоже претендуют на этот участок, ну, там, решение суда дождемся, будет как бы видно, кто прав, кто виноват. И второй у нас судебный процесс, это оспаривание генерального плана осетровского сельского поселения. Считаем его незаконным, необоснованным, так как выносили решения не наши осетровские депутаты районные, и по другим нарушениям, которые указаны в полном объеме в нашем административном иске. 18 января будет очередное судебное заседание. Опять же, все связано со строительством свинокомплекса. По тому, что пишут еще в комментариях о том, что какая разница, вся Россия у нас в останках, и что теперь нигде не строить, наверное, это и так. Останков у нас действительно, как бы вся Россия в останках, бои были на всей территории, в том числе и в нашем Верхнем Огонском районе. Но таких мест, как Осетровский плацдарм, который находится в Воронежской области, Верхнем Огонский район, в Осетровском сельском поселении, можно пересчитать по пальцам в нашей России. И поэтому их нужно хранить и беречь. Имеется вот отчет о результатах выполненных работ поискового отряда ДОН. Он официально заверен, получен официально в военном комиссариате Воронежской области. И он свидетельствует о том, что останки есть. И нигде нет ни одного документа о том, что все останки подняты с этого участка и строить можно. Также данный отчет свидетельствовал о том, что Сегодин Михаил, он предусмотрел на будущее, когда проводил в 2020 году работы на этом участке, он предусмотрел, что когда начнутся земляные работы, на начало земляных работ сформировал команду из 12 человек поисковиков, которые бы следили за началом строительства свинокомплекса. Ну, мы с этим, мягко говоря, как бы не были согласны, но все-таки хотя бы что-то. Естественно, мы ждали этих 12 человек. Но на момент начала строительства, в июне месяце, мы ходили туда и ездили каждый день. В течение, по-моему, дней 6, точно не помню, есть видеозаписи, ни одного поисковика не было, а экскаваторы уже и трактора работали. Что было за эти 6 дней, сколько было там поднято бесконтрольно, это неизвестно. На территорию, естественно, стройки никого не пускали. Как мы туда не пробивались? Даже я, будучи действующим депутатом Астровского сельского поселения, туда попасть для контроля работ не могла. Потом, через некоторое время, одного какого-то поисковика, там, с какого-то отряда патриота, там, дали, который вообще на месте практически, его каждый раз мы не могли застать, его практически там и не было. То есть происходила формальность, ко всему формальное отношение. Также имеется у нас и список именно погибших в годы Великой Отечественной войны в операции «Мало Сатурн». Именно на этой территории, на территории Осетровского плацдарма этот список есть. И эти люди из этого списка, они еще не найдены. Они где-то хранятся, где-то еще захоронены на этой территории Осетровского плацдарма, на этих полях. То есть сейчас получается, при начале строительства, при начале, вот когда уже будет, не дай бог, запущен, конечно, этот объект, первого класса опасности, к тому же еще, то технология утилизации этого объекта, она осталась еще очень древней. Так как делаются какие-то там ямы, застилают их какой-то пленкой, и затем туда происходит, вносятся отходы жизнедеятельности свиней 65 тысяч на минуточку. А затем технология работы этого свинокомплекса сходится к тому, что откачивают из этих лагун, и все это каким-то образом, в каких-то пропорциях вмешивается, вносится в пахотные черноземы нашего Осетровского сельского поселения. Где, соответственно, еще, как мы считаем, хранятся останки наших погибших бойцов? То есть получается, фактически они, все братские могилы, которые еще не найдены, но они есть, я повторюсь, они будут заливаться свинными отходами. Мы предлагали, мы не против Агроэка, мы им предлагали, найдите другое место, даже в том же Осетровском сельском поселении. Нет, они сказали, нам нужно именно это место. Тут рядом трасса, рядом газопровод, рядом электросети, дороги. Это просто очень удобное место. Ну, экологию пока мы не будем касаться. Как бы основной сейчас акцент на Следственном комитете еще раз хочу. Как бы, если бы Александр Иванович и его коллеги не нашли бы никаких оснований, они бы не пришли к такому решению возбудить уголовное дело.